Я не могу с точки зрения некоторых военных аспектов точно описывать, какую конкретно ситуацию там сейчас. Могу сказать, что требуются немедленные и решительные действия по деблокированию нашей группировки в районе Дебальцево. И выравниванию линии фронта. Ситуация очень сильно усложнилась за последние сутки. Сейчас все войска и ВСУ, и Нацгвардия, и батальон Донбасс, которые здесь находятся, они готовы выполнить любой приказ главнокомандующего. Но наше статичное нахождение уже не приносит своих результатов. Я хочу... Пане Семена, место взяли уточнением? Сейчас существует реальная угроза, что это может произойти. Сейчас котла нет. Но ситуация очень сильно усложнилась. Еще раз, сейчас требуется приказ верховного главнокомандующего, нанесение мощного удара по атакующему противнику, выводу деблокированных частей и выравнивание линии фронта. Войска готовы выполнить любой приказ, никакой паники нет, но требуются решительные действия. Потому что сейчас промедление может привести к повторению тех трагедий, которые были у нас в прошлом. Сейчас самое главное сохранить костяк боеспособных частей. Пане Семена, мы имеем данные про ВСУ, которые попали в полон в час сопроводу військовой техники. Скажите, пожалуйста, какая ситуация у вашего батальона и есть втрата на данный момент? У нас сейчас отсутствует связь с рядом подразделений. Пока за последние сутки наши потери были только в боях под Широкино, это Мариуполь. У нас батальон раскидан по всему АТО. По Дебальцево мы держим дорогу жизни, то есть дорога, которая связывает непосредственно Дебальцево с Луганским. Но ситуация очень сильно осложнилась. Я не могу еще раз сейчас, чтобы не сеять панику, описывать конкретно, что происходит. Никакой паники на месте нет. Войска держатся, готовы выполнить приказ. Требуются немедленные решительные действия сейчас. Времени уже больше не остается. Это все, что я могу сейчас сказать. Вы связывали с этой пропозицией до руководства штаба АТО? Я не хочу вести информационную войну со штабом АТО. Доказывать, какие населенные пункты реально под чьим контролем. Мне это надоело в последние недели. Сейчас время объединить усилия. Штаб АТО полностью владеет ситуацией. Я хотел бы обратиться к Верховному главнокомандующему. И как народный депутат. И как первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны. Что мы готовы выполнить любой приказ, как виспово-службовцы. Но просим принять немедленные решительные меры. И не обращать сейчас внимания на это фейковое перемирие. А сейчас главное спасти жизни людей. Требуется мощным ударом выводить людей из-под угрозы окружения. Субтитры создавал DimaTorzok